Добрый день, дорогие читатели ПРО Владимира. Мы продолжаем записывать интервью с нашими гостями, и сегодня у нас в студии Дмитрий Феофанов, свадебный фотограф из... Можно ли говорить что-то из Коврового фотографа? Можно. Дмитрий Феофанов считается одним из лучших, едва ли не лучшим свадебным фотографом в нашей области. Это человек, который берет за свои труды достойную плату. Как он считает, об этом как раз сегодня мы с вами и поговорим. Добрый день, Дмитрий. Добрый. Всем привет. Я сразу начну с места в карьер и задам, пожалуй... Нет, сначала предварительный вопрос. Сколько в среднем у тебя стоит свадьба? Ну, по-разному, на самом деле. Так, а конкретнее? От чего это зависит? Ну, от количества часов, сколько я работаю на свадьбе. То есть, если раньше всегда заказывали фотографа на целый день, то есть, где-то часов 12 и больше, сейчас иногда на несколько часов, иногда там часов на 8. Ну, то есть, варьируется совершенно время работы. То есть, из-за этого... Ну, то есть, оплата зависит от часа. Ну, да, да. То есть, сколько стоит час вообще у тебя и вообще вот в среднем по рынку? Можно так вообще-то говорить? В среднем по рынку я, наверное, даже не скажу. Я знаю, что я один из самых дорогих, наверное, фотографий, самый дорогой. Ну, или примерно, как я, по-моему, берут тоже несколько. Дорогие читатели, если мы выбрали лучшего для вас. Вот. А то есть, у меня получается, если несколько часов, то я беру 5000 в час, а если там достаточно много часов, то там получается где-то 4800 за час. Ну, и, соответственно... Ну, и значительная разница. Ну, разница, да, незначительная. Где-то часов 12, а свадьба, это около 50 тысяч, получается, Владимир, я беру. Вот такая цифра. Итак, свадьба Дмитрия Феофанова стоит 50 тысяч. Я сейчас постараюсь не начать плакать от этой суммы. Вот. С одной стороны, потому что я, если буду что-нибудь снимать, столько брать не буду, а с другой стороны, если я когда-нибудь буду жениться, то я тоже, наверное, столько не заплачу фотографу свадебному. Вот. Поэтому буду требовать у Димы скидку. А теперь серьезный вопрос. Дим, почему это стоит так дорого, и почему во Владимире, условно, люди должны столько платить за свадьбу, если, предположим, что 50 тысяч, это зарплата там парня и девушки, которые там собираются жениться, и вот парень заработает там 30, девушка зарабатывает 20, например. То есть это их месячный заработок. Почему они должны столько платить за фотографию? Ну, начнем с того, что они не обязаны столько платить за фотографию, они могут надеть другого фотографа. Но у тебя же нет проблем с заказами. Нет проблем. Ну, смотри, тут, ну, тебя, наверное, волнует, почему такая цена вообще, да, как бы. Конечно. Не столько, почему они должны заплатить, потому что эти же люди при зарплате 20-30 тысяч покупают все айфоны, да, там по 60-50 тысяч, и тоже как бы, ну, не парятся, хотя казалось бы, что такое айфон, да? Как это? Это самая важная вещь в жизни сейчас, с которой ты проводишь вот все время. Смотри, у меня на столе вот лежит, не дай бог там, что он сейчас произойдет, я сразу буду смотреть на него. Хорошо ты сказал, да, про важность. Действительно, это важная вещь, да, в жизни современного человека, телефон, да, мобильный, поэтому люди понимают, что это важно и готовы за это платить. Ко мне друг тоже сказал, говорит, я, говорит, понял, что это, говорит, ну, так же, как твои слова, практически, почему он купил дорогой телефон. Говорит, понял, что я, говорит, вот с ним постоянно, говорит, и достаточно долго я с ним общаюсь. Соответственно, мы пришли к ценности, то есть, если фотографии свадебные для тебя ценность, то тебе нужны, во-первых, хорошие, во-вторых, как бы ты готов за них заплатить деньги, если они действительно будут хорошие. Из этого и складывается, то есть, первая такая, пунктик, почему такая дорогая цена, да? То есть, сразу, если есть Дима Феофанов 50 тысяч, если есть, там, девочка с камерой, там, Маша Иванова, Даша Петрова, она возьмет за свадьбу, скажет, ну, давайте я вам сниму свадьбу за 10 тысяч. Почему им не пойти просто к ней? Ну, как показывает практика, за 10 тысяч будут как-то фотографии другие. А за 20? За 20, наверное, чуть лучше. Ну, в общем, она такая неочевидная, не всегда, конечно, работает, но обычная, чем дороже все-таки, тем лучше продукт получается. И как бы из чего он состоит, да? Почему, собственно, ну, достаточно дорого, да? Это так будет 50 тысяч. Ну, не знаю. Нет, ты мне объясняй, почему. Мне привычно просто уже цифра, я не считаю, что это прям супер дорого, особенно по Москве я даже дороже беру и смотрю там другие фотографы, которые берут там, сколько там есть, по 10 тысяч за час, 12 тысяч. Ну, это Москва, это другой мир все-таки там. Ну, соглашусь. Выпьем за любовь. Ну, вот. Значит, в чем как бы, да, если такие боли, если отходить от слова ценности, да, походить к более приземленным вещам, почему вообще еще дорого может стоить фотография? То есть из чего складывается? Я предположу, техника. Да, во-первых, техника, да. Особенно после 2014 года, это прямо боль фотографов всех. Потому что доллар, когда вырос в два раза, техника прямо чётенько за него в два раза и подскочила. Я помню. С тех пор я ничего не покупал себе. В общем, один объектив только. И если раньше... То есть фототехника, она в принципе не дешевая. И отечественной в принципе, по-моему, и нет. Там Зенит что-то пытается, но там... На любителя. Да, да, да. Так скажем. Вот. Ничего такого прям профессионального. И что-то может использовать там свадебщик или репортажник. У нас не упускается. Вот. Получается, камера, если раньше стоила где-то около ста тысяч, плюс-минус, сейчас такая хорошая прям... Ну, прям классная камера, если уровень какой-то раньше я брал. Я помню... Ну, раньше было на Nikon, сейчас на... Почему я сейчас на Fujiki? Вот. То есть Nikon стоит сейчас 250, по-моему, тысяч камеры. Ну, одна из таких предтоповых, скажем так. Даже не самые топовые. На которую можно хорошо снимать. Да, на которую можно хорошо снимать. То есть, это не руки, это камера? Нет, это руки. Просто это из чего стоит именно цена. Потому что руки руками, но чтобы еще... Как сказать, инструмент должен помогать, что ли, делать хорошие кадры. Надо не бороться с камерой, чтобы сделать хороший кадр, да, а чтобы инструмент помогал. Соответственно, чем проще фотографу, да, обращаться с камерой, чем лучше она... Скоро стрельнет с него больше, фокус лучше там ловит, еще что-то. Тем ему проще получить хороший кадр. То есть, это удобство. И плюс еще объективы, конечно же. Это отдельно. Да, то есть, это цену, которую я назвал, да, вот эти 60, это просто, например, тушка. Но есть, конечно, дешевле там всякие разные, да, варианты. Это тушка, то есть, что это значит? Это просто, да, коробочка такая. Куда прицепляется объектив? Объективы, соответственно, тоже все стоят под сотню, там, ну, плюс-минус. У них разброс, можно дешевле там, и есть даже, которые дороже. Это раз. То есть, надо при этом несколько объективов. То есть, мало того, что тушка. Во-первых. Во-вторых, то есть, если профессиональный фотограф свадебный, я таким, да, себя считаю, это все-таки ответственное такое дело. Я, ну, к этому серьезно очень отношусь, потому что, если свадебные фотографии, не дай бог, там у людей не получится, там, да, если я что-то облажаюсь, если там сгорит флешка, там, не знаю, что еще, там фотик сломается на свадьбе, то есть, это, ну, это косяк. Вторую свадьбу под тебя делать не будут. Да, вторую свадьбу под меня делать не будут. Поэтому у меня две, во-первых, камеры рабочие. Всегда на свадьбе у меня две камеры. Во-первых, мне даже чем-то так удобнее, иногда я прямо с двух рук, как ковбой. То есть, одно длиннофокусное, другое там широкое, например. Ну, например, да. То есть, чтобы, во-первых, оперативнее реагировать на какие-то вещи, если быстро происходящее, не меняя объективы, то есть, меняя просто камеры. Во-вторых, это вот запаска. У меня, действительно, у меня два раза на свадьбах ломалась камера. Что происходило? То есть, я все одну убирал в кофр, приснимал вторую. А, то есть, это когда у тебя запасная была? Да, да, у меня всегда была запасная практически. Я просто уверен, что у многих наших с тобой знакомых были случаи, когда они снимали на одну камеру, камера или флешка там ломалась, и непонятно было, что делать дальше. Мне рассказывал даже, у меня знакомый фотограф, тоже Владимирский, поехал в Москву, и у него было тоже две камеры, и у него что-то кто-то попросил, тоже фотограф другой камеры, одну дать, ну, что-то там поснимать. Свадьбу тоже, не свадьбу. И он такой, блин, ну, ладно. А у него же такая классная, прям надежная была камера. И поехал в Москву, и, короче, там он на него ломается. А запасной он отдал, ну, другу. И все, то есть, это было, ну, вообще фиаско. Но он как-то тоже там что-то нашел. Ну, как нашел? То есть, все равно время было потрачено, но он там то ли там прокат быстро как-то сообразил, то ли тоже кого-то знакомого нашел, ему там привезли. Ну, все равно это, конечно, лишние такие... Ну, Владимир Горд маленький, легко найти, если ты не где-нибудь снимаешь, там, далеко в каком-нибудь... Ну, с одной стороны, легко найти. Но, с другой стороны, прокатов нет, если только друзья тебе дадут. Да. Я, например, снимаю, вот если... Опять же, здесь должны системы подходить, там, объективы должны быть хорошие у друзей. То есть, если, например, сейчас у меня Fuji, то есть, я только Fuji возьму. Fuji, например, не так много там у друзей есть, скажем так. Ну, или там Nikon, у кого-то Canon по-разному. Я думаю, что с Canon проще всего. Ну, возможно. Так, значит, мы нашли что? Так. Труд фотографа, который все знает, все понимает. Техника. Про технику. Про бэкапы, да? То есть, мало того, что у меня сейчас... У меня там много степеней защиты в фотографии молодоженов. Я немножко параноик в этом плане. То есть, дублируешь? Да, две камеры. Во-вторых, в камере одновременно пишутся две флешки. То есть, даже если одна флешка сломается, на второй флешке все останется. Плюс я прихожу домой, скачиваю флешку, одну на винчестер внутри компьютера, другую на внешний винчестер. Эту же флешку копирую на всякий случай, потом его отсоединяю и кладу на полочку, чтобы он отдельно вообще лежал, и он ничего не трогал. А вдруг потоп? И зальет вообще все? Ну, если... Да, вот на случай фотопа, наверное, я не... Никак. А в облако? В облако еще надо взять? Ну, вот облако, да, сейчас думаю насчет облака. То есть, ты нас подводишь к тому, что у тебя еще много техники, которые тоже требуют денег. И поэтому так долго. Ну, естественно, да, да, да. То есть, это... То есть, ты не просто хороший фотограф, ты надежный фотограф. Именно так. У нас прямо на правах реклама получается. Надо будет потом договориться об оплате интервью. Хорошо. Но это не только я, просто это нормальные стандарты. Вот фотограф, с которым я общаюсь, профессионалы, да, то действительно у них так все и происходит. То есть, две флешки, два фотика и вот бэкап на винчестер. То есть, это нормальный стандарт работы. Соответственно, если фотограф стоит дешево, он тупо не купит это все. Он просто забьет и будет везде экономить. И у тебя есть шанс, что именно на твоей свадьбе у него что-то сломается, и ты уже ничего не сможешь вернуть. Запросто, да. То есть, у меня даже... Ну, у меня ломалось. У меня было такой практики. То есть, от этого вообще никто не застрахован. Как опасно свадьбу делать нынче. Не только дорого, но еще и опасно. А почему опасно? Ну, как все сломается, и все зря. Просто я знаю, что для девочек, конечно, сейчас это вот для невесты, это прям самое главное, что вообще желательно, чтобы фотографии сразу скинули, чтобы сразу в соцсети выложить, а не вот это вот через полгода. Ну, да, да. Это, кстати, тоже прикольная тема. То есть, у меня Wi-Fi есть, фотики. Я часто скидываю фотографии прямо в день свадьбы. Ну, просто избранные. Да, избранные через фотоаппарат просто. Да, перекидываю, несколько фоточек могу скинуть. Или иногда даже делаю слайд-шоу прямо вечером из фотографий, сделанных днем. Ну, красиво, красиво. Кстати, полгода тоже уже отходит этот стандарт, но, по крайней мере, я сейчас... Уже год. Нет, я сейчас даю 2-3 месяца у меня свадьбы. Ну, свадебные. Нет, просто эти истории, они идут уже много лет, и мне кажется, они не особо заканчиваются, вот эти фотографы, которые годами там что-то дают, у которых какие-то бесконечные очереди. Это, кстати, тоже вопрос цены. Всегда, да, как вот ни странно, мы всегда упираемся в деньги. Почему так происходит? То есть, я раньше тоже задавал, реально у меня было до года. Особенно, когда у меня родился ребенок, а у меня супруга обрабатывала фотографии. И, то есть, был маленький ребенок, она тут с ним, то я с ним. То есть, ну, это было жесть просто. Из-за того, что много съемок, да, летних, они копятся, как снежный ком. И реальные какие-то свадьбы я сдавал вот через год. Были такие прям реальные моменты. Естественно, я там, я не делал, как слышал. Некоторые могут, как сказать, не брать там трубки, там, да, не отвечать, когда фотки. Вот эти вот, это извечные, кстати, мемы. Фотографы спрашивают, когда фотографии, да. То есть, я старался предупреждать. Говорил, что вот такая ситуация, делал какие-то скидки или там еще что-то, какие-то бонусы предлагал. То есть, вроде со всеми хорошо разошлись, но старался все равно как бы максимум быстро это все делать. И, ну, я все равно понял, что это все равно какая-то фигня. И это плохо делать полгода фотографии и год, да. Ну, как бы так, то есть, не то, что это фотограф излыгнет, да, там, носу ковыряют, и, словом говоря, там, валяются на диване и так вот долго обрабатывают. И все равно это меня не устроило. И я стал искать обработчика. Просто вот такой момент. То есть, обработчик, который делает... То есть, я стал не сам делать фотографии, не супруга моя, да, а отдельный человек, который делает фотографии. Естественно, это ускорило процесс отдачи. Но это сократило твои денежные поступления. Но денег я стал получать меньше, да. Соответственно, почему у меня... А примерно какой порядок цифр? Сколько ты теряешь, когда отдаешь это на аутсорс? Ну, ох, сейчас скажу. Ну, где-то свадьба. Ну, тысяч, наверное, пять со свадьбы уходит вот на обработку. Ну, плюс... Ну, зато сколько времени ты получаешь? Ну, времени, да, я много очень получаю. Реально свободного. Ну, как свободного. То есть, ну, больше времени получаю, скажем. Ну, либо свободного, либо на работу. Хорошо, давай тогда еще про деньги все-таки. Как вообще это происходит? То есть, вы заключаете договор. И вообще, как заставить фотографу обрабатывать свадьбу? Ну, не считая, там, общечеловеческих ценностей, так скажем. То есть, ты деньги уже получил, свадьбу отснял. Вот они тебе лежат на флешке. И, ну, ты когда-нибудь их, вот, наверное, сделаешь. Вот. Мне кажется, как раз в этом проблема в том, что очень многие очень... Фотографы очень долго отдают свадьбы. По полгода. Они уже деньги получили, и себя тяжело заставить. То есть, когда-нибудь потом, вот сейчас, вот да, только вот сначала что-то другое сделаю и так далее. Ну, вообще не соглашусь. Мне, кстати, вот как вот в моей практике, я вспоминаю, у меня еще было, как сказать, все равно какой-то вот у меня есть такой блок. Я спрашивал у многих коллег, такой есть. Вот сразу съемку, которую только сделал, очень сложно обрабатывать, чисто психологически. Я не знаю почему. Какие-то много переживаний. Ты считаешь себя как фигнюно снимал, даже снимал нормально. И какое-то время нужно отлежаться даже в съемке. То есть, есть такая вот вообще тема небольшая. То есть, ты снял свадьбу А, снял свадьбу Б, и потом сел обрабатывать свадьбу А? Ну, типа того, да. То есть, нормально. А то, что, например, ты вот эти все эмоции получил на съемке, тебе ее не проще снимать, обрабатывать? Нет, нет, нет. Вот я не знаю почему. Это у всех так? Я просто спрашивал, это реально у многих таких. Вот есть такой момент, что лучше бы отлежать. То есть, первые фоточки, конечно, высылаются, но чтобы общий массив фотографий, заняться опять свадьбой, которая была недавно, это прямо вот через какое-то время лучше заняться. Сколько фотографий получается со свадьбы? Совершенно тупой вопрос, который, я уверен, задают очень многие молодожены, с которыми ты договариваешься о съемке. Ну, то есть, получают энергию, да, которая готова? Да, да, да. Ну, вообще, то есть, я фотографирую, то есть, все фотографы по-разному. То есть, я снимаю черновых, так условно скажем, несколько тысяч фотографий со свадьбы получается. Из них я выбираю где-то порядка, ну, 300-500 вот так вот, плюс-минус, иногда 600 вот так фотографий. То есть, это не какое-то ограничение, там, да, условно, там, я 600 кадров, там, понял, что хороших есть, там, все, выключаю камеру, там, еще что-то, да. Это просто показывает практика, что вот со свадьбы получается столько вот картинок таких вот приятных, хороших, не дублирующих друг друга, без смазов и так далее. Ну, 600, 600, 600. Ну, на самом деле, 600... Ну, молодожен просит же, типа, отдайте нам исходники, вот это вот все такое начинается. Ну, бывает, бывает. Я, кстати, спокойно к этому отношусь. То есть, ты отдаешь? Без проблем, да. Единственное, что я... Они не говорят, типа, что, ну, вот что-то за фигню там наснимал, вот. Нет. То есть, у тебя все исходники хорошие? Нет, исходники не все, конечно, хорошие, но просто тут какой момент, если отдать исходники сразу, вот как свадьбу только снял, необработанные вообще фотки, то, естественно, будет ощущение, что какая-то фигня, потому что те 500 фотографий хороших среди этих тысяч, они потеряются, они создадут такого вот вау, что ли, эффекта, такого вот хорошего, ну, ощущение, что клевые фотки. А если, когда я сначала отдаю... Ну, не отдаю сразу исходники, я сначала отдаю обработанные фотографии, эти 500, там, лучших, да, этих плюс-минус, а заказчик смотрит, о, клево, ну, все классно, ему нравится. Ну, как правило, да, ну, не знаю, ну, 99%. Ну, рынок показывает, что нравится фотографии людям, окей, не будем сейчас стесняться. Вот, и если им просто хочется потом, ну, там, мы хотим там, не знаю, что они хотят, гостей там, ну, им пофигу, говорят, нам просто для истории, чтобы вот вдруг мы там увидим какое-то, может быть, она с художественной точки зрения будет фотография не очень, но там будет бабушка еще разок, да, например, хоть в каком ракурсе, но нам хочется посмотреть на эти фотографии, там, может, там скинуть, я скидываю, ну, и все. Просто мне кажется, что вот эти даже 600 фотографий, ну, один раз их пролистали, как бы потом не будет же это вот сидеть и вот гостей, то есть пришли гости, а давайте посмотрим фото со свадьбы. Там 600 фотографий, ты нажимаешь, нажимаешь, нажимаешь. Нет, не просматривает, это, я даже, если честно, вот, наверное, это не меня спрашивает, зачем нужны исходники, а больше молодежи. Ну, ты же общаешься с людьми. Ну, они как-то это никак не аргументируют, просто вот хочется побольше, да, с банкетом, ну, с банкета хочется больше всем. Потому эмоции. Видимо, да, гостей хочется посмотреть побольше, как-то в разных ракурсах, что ли, не знаю. Потому что, ну, эмоции-то вроде отдаю эмоции. Так, хорошо. Тогда все-таки про деньги. Дима, ну, давай по чесноку. Демпинг – это хорошо или плохо? Ну, с демпингом, на самом деле, все сложно. У меня такое отношение, скажем так, нет однозначного. Потому что если, например, начинающий фотограф, да, там, условно, студентка с зеркалкой, да, снимает дешево, ну, как бы это нормально, потому что, ну, она и выдает результат не очень хороший, и люди должны отдавать отчет, что они такой не очень качественный продукт, да, получают. Поэтому и дешево. А когда же, например, хороший фотограф, который снимает хорошо, да, и классный результат выдает, но при этом ставит цену ниже коллег, да, там, или просто низкую цену, то здесь возникают вопросы, что ли. Она, ну, тем самым как-то тормозит вообще и рынок, и подставляет других коллег, потому что если, ну, это такой путь тупиковый, когда снижается цена, получается, работаешь много, денег зарабатываешь мало. А если денег зарабатываешь мало, у тебя, ну, ты постоянно должен очень много работать, и все-таки профессия такая творческая, ты должен быть как-то в тонусе, что ли. У тебя должно быть желание, там, лететь, там, не знаю, бежать на свадьбу, что-то творить, там, да, а не так, что ты как-то на каторгу каждый день фигачишь, потому что это стоит, там, три копейки каждой свадьбы. Нет, ну, как тупиковый, смотри, то есть, там, есть, например, несколько фотографов знакомых, да, и там двое снимают за 30 тысяч, а один еще сейчас снимает за 20, например, да, снимают они примерно одинаково. То есть там, условно, в следующую субботу, вот этот, пришли там клиенты и сказали, давайте нам свадьбу, и они выбрали того, кто за 20. И он за 20 он снимает, а те, кто за 30, сидят и сосут лапу просто. И так каждый день у него получается. Ну, если они знакомые с ним. И, ну, друзья на него пообижаются, может, эти знакомые, а так-то фотограф-то, по большому счету, все равно уже деньги заработал, в семье принес. Ну, он принес, да, но просто придет тогда другой фотограф, который будет снимать так же, как он и сделал, еще за 10. Это такой, ну, не останавливающийся процесс. То есть скоро будем снимать за тысячу все это? Ну, типа того, да, если демпинг не прекратится. Просто, ну, тут много затрат, ну, как мы говорили, да, те же там деньги вкладываются очень в развитие. То есть этот фотограф, который демпингует, он лишний раз не поменяет камеру, он лишний раз не сходит на мастер-класс, лишний раз не съездит куда-нибудь там вдохновиться какими-то фотографами другими там на выставку или там картинами какими-то. Ну, как-то себя не будет как личность развивать. А это сказывается на фотографии. Да, и... Ох, хорошо, давай острый вопрос. Неожиданно острый вопрос. Ты когда-нибудь демпинговал? Да я не то, что демпинговал, наверное, ну, по крайней мере, осознанно, но когда я начинал, я очень дешево, естественно, снимал. И у меня даже, да, вот еще, как раз такая true story начинающего фотографа, когда я только начинал снимать свадьбы, и у меня как-то хорошо стало сразу получаться, ну, буквально прям сразу, да? Скромно-скромно. Скромно. Ну, просто в каком... Почему я так могу говорить? Потому что у меня вдруг стало... Я еще себя считал, ну, вообще ничего неумеющим. Ну, и, в принципе, я сейчас тоже смотрю, мне не нравятся там старые мои работы, но людям как-то понравилось, и у меня очень много стало заказов. И я вроде много работал, что-то работаю, 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 как-то все, и некогда было. Но потом у меня сломалась камера, и я понял, что у меня... Я не сказать, что шиковал там, да не то, что не шиковал, у меня не было там ни машины там нормальной, ну вообще как-то достаточно скромно, условно, жил, и я понял, что у меня и денег на камеру нет, на новую, то есть у меня сломалась камера, и я не могу не купить ни новую камеру, ни новый объектив, хотя заказов у меня было много. Я не могу снять свадьбу, потому что у меня нет камеры. Да, я не могу снять свадьбу, да, я скажу. И что делать? Вот, вот такая была. Нет, ну что ты сделал-то? Ой, да я не помню, ну что ты где-то нашел, там занял, там, по-моему, или кредит там взял, что-то, какие-то такие вот вещи. Это давно было? Давно, да. То есть вот это к чему идет, можно сказать, демпинг. И низкая цена фотографов, вот все, что... Такой true story давнишний-давнишний, да. То, что мы наконец узнали правду Дмитрия Феофанова. И что мы все про деньги, да про деньги, в конце концов. Ну, давай. Какие вообще... Есть ли у вот фотографов топа вопросы к фотографам, которые снимают за 10 тысяч, в чем вы просто параллельно сосуществуете? То есть вас устраивает, что вот люди снимают, отбирают условно хлеб, которые ничего не умеют, которые снимают какую-то дичь, так прямо скажем, вот. И эти... А люди могли бы нормальную свадьбу получить у нормального фотографа? Я на самом деле спокойно отношусь к людям, которые снимают за 10 тысяч рублей. Я первую свою свадьбу снял за тысячу рублей. Ну, это было давно неправду, надеюсь. Я тебя тогда не знал. Вот. Это я к тому, что надо с чего-то начинать. Это как бы нормальная тема. А другое дело... Блин, это тоже даже другое дело. Нет, есть люди просто, которые... Ну, стабильные они снимают, они просто тупо демпингуют. То есть они считают лучше, они снимут 5 свадеб за 10 тысяч, чем там 2, например, за 20. Не факт, что их возьмут даже. Я там какие-то суммы там 30, 40, 50, они не думают. Потому что там, начиная с 30, мне кажется, это уже у нас там небольшое число фотографов. И к ним, ну, прямо скажем, специфический такой покупатель, который, ну, обеспеченный. Там, не знаю, 40, например, да, наверное, тысячи все-таки? Ну, да, что-то вроде. То есть 30 еще могут там кто-то себе позволить, а 40, 50 уже? Да почему? Да нет, могут. Ну, например, опять же у меня 30-40, меня же можно не на целый день заказывать. Некоторые так и делают. Кто вот реально как-то вот не готовый платить 50 тысяч за свадьбу, они же могут договориться. Во-первых, кстати, да, есть моменты такие есть, сразу же молодоженам. То есть можно сделать свадьбу в будний день. Например, четверг, ну, либо воскресенье, он как бы не будет, но не свадебный считается. Свадебный – это пятница, суббота. Да, свадебный – это пятница, суббота. Соответственно, в Москве, например, вообще там нет такого, что пятница, суббота. Там я и во вторник свадьбы снимал, там в понедельник, по-моему, только ЗАГС не работает. В общем, в любой день практически там свадьбы могут быть. Во Владимире расписывают в четверг, то есть в ЗАГСе прямо официально расписывают четверг. То есть без проблем можно прийти, расписаться. Плюс можно сделать, расписаться там в пятницу или в субботу, а сделать свадьбу в воскресенье или там в тот же четверг и сделать для гостей просто выездную церемонию. Это более, ну как красивее выглядит, да, интереснее для фотографа и фотки получаются лучше, чем в ЗАГСе. И при этом еще можно взять скидку. То есть на несвадебный день без проблем сделают скидку. То есть ты либо сидишь дома, либо заработаешь там хоть сколько-нибудь. Ну не то, чтобы хоть сколько-нибудь. Какая-то планка своя есть, но просто скинуть можно. И то есть я к тому, что ты говоришь, вот меня там не могут позволить. То есть есть люди, которые меня хотят, но, как сказать, ограниченные в деньгах, что ли, да, то есть не готовы там, либо не готовы, либо действительно у них уже там бюджет свадебный. Потому что самое главное ведущему заплатить. Почему такие дорогие свадебные ведущие, мы с вами поговорим, я думаю, как-нибудь отдельно. Я найду какого-нибудь нам ведущего, который тоже берет за 5 часов работы 50 тысяч рублей, например, и буду допрашивать его, почему он стоит так дорого. Да, это тоже зависть всех фотографов, потому что ведущий приходит, за 5 часов там получает эти же 50 тысяч, а мы тут весь день бегаем, еще потом обрабатываем фотки. Ну, у него же, смотри, у него же там помощник на музыке, у него же оборудование, там какое-то конкурсы, которые он украл у коллег. Нет, у ведущего на самом деле, если у хорошего ведущего, у него действительно работа большая, потому что он очень много, он продумывает программу. Это есть, которые одинаковую программу ведут, это одно дело, да, но есть, которые корректируют под молодоженов, да, конкретных там, с гостями работают, они что-то обговаривают, что-то придумывают, иногда что-то подсказывают, то есть, они могут несколько раз встречаться до, это тоже время, как бы, это сложно, плюс они, ну да, там, у дополнительной оборудования и так далее, там, диджеи, там, еще что-то, ну, то есть, очень много все равно накладных расходов, которые мы не видим, и кажется, так же про фотографов, кажется, вот ты пришел, что-то там наснял, и деньги в карман положил. Пришел, пофоткал, да, и заработал 50 тысяч, конечно. На самом деле, здесь большая работа идет и до, и после свадьбы, там, это... Хорошо, Дим, давай так, мы с тобой смоделируем ситуацию. Значит, я буду изображать молодоженов, а ты будешь фотографом. То есть, здравствуйте, Дмитрий, нам вот нужно свадьбу на полный день, сколько будет стоить? Из Владимира, 50 тысяч рублей. Ну, я скидываю, смотри, я обычно сейчас... Отлично, фотограф, я еще ничего не сказал, он же готов скинуть. Нет, я готов скинуть прайс. Нет, ну, нет, суббота, суббота. Суббота во Владимире свадьба обычная. Я понимаю, ты просто говоришь, ну, на весь день, я все равно скидываю прайс, у меня там просто всяких опций много. Ну, я по телефону вот позвонил, вот я хочу сейчас вот решить. Просто обычно сейчас говорю, сейчас уже по соцсетям, как правило. Ну, нет, мы ламповые, мы решили позвонить. Вот написано на страничке у вас телефон, и мы решили позвонить. На целый день 12 часов работы стоит 50 тысяч рублей. Так, вот смотрите, вот у нас вот есть только вот... Ну, 35 у нас вот только есть. Вот мы больше не готовы. Мы вот ведущему отдали вот очень много денег, у нас больше нет. И вот мы за цветы потратили на оформление, вот на фотографа есть только 35. Еще видеограф вот сейчас хотим взять, тоже там дорого, он тоже много денег требует. Вот 35 есть, что делать? Ну, могу вас поснимать 7 часов. Ну, подождите, у нас же вот нот сбора мы очень хотим с утра вот снять вот в нашей обшарпанной квартире, вот с коридорами вот этими вот побитыми, с побелкой, вот это все, вот это в тесноте. Вот мы хотим обязательно это снять, чтобы это было. Да, и чтобы в конце вот торт, салют, вот мы на салют, кстати, мы очень много потратили, но фотографов не хватило, поэтому. Вот мы хотим все снять, как вот нам быть? И вас хотим обязательно, Дмитрий, вот, чтобы... Ну, если меня, то могу предложить только опять же, если съемка в четверг, если перенести свадьбу. Нет, ну, свадьбу мы заранее решили. Ну, тогда никак не договоримся. Никак, никак. Мы пойдем... Если только могу посоветовать вам фотографу подешевле, я могу вам скинуть свадьбу. А вот нам девочка тут писала за 10 тысяч готовым, вот думаем, что хорошо все будет. Ну, вы... Попросите эту девочку скинуть вам пару свадеб целиком. Целиком? Да. Ну, это же... А ей молодожены не разрешают свои вот светить вот эти все... Тогда вы покупаете кота в мешке, потому что ее портфолио может состоять либо из фотографий, ну, либо из единичных каких-то фотографий, то есть она может быть пару фотографий клевых сделать на прогулке со свадьбой и ужасные сделать на сборах и в ресторане, либо она может эти фотографии вообще сделать из такие воркшопы, так называемые, когда организуют фиктивные молодоженов, делают, и куча фотографов снимают их... Ну, модели, в общем, модели. И выдают это за настоящую свадьбу. Да, выдают это за настоящую свадьбу, хотя вся постановка идет от другого, как сказать, шеф-фотографа. То есть вот такая еще тема получается. И обжигаются... Молодожены когда видят очень крутые карточки, красивые, а на свадьбу приходят, а фотограф ничего не может такого сделать, потому что он на самом деле не умеет, из-за него там все поставили и сделали на воркшопе. Ага. То есть, хорошо, вы нам скинете всю свою свадьбу, если что? Да, конечно. У меня можно посмотреть и на сайте. Ну, на сайте лучшее, наверное, только. Нет, там, я имею в виду, прям свадьба подборки есть. Хорошо, Дмитрий, мы подумаем. Ну, без проблем. А, дорогие зрители, с вами был Дмитрий Феофанов и Дмитрий Резников. Спасибо, что посмотрели. Всего доброго. Дмитрий Феофанов